Доброе утро, мои хорошие! Хотя, я, наверное, должна сказать добрый день. Сейчас у нас 12 часов дня уже, и мы только-только вышли из дома, сели в машину. От Янки вам большой привет! Вчера мы поздно приехали, потом, пока я смонтировала видео, пока выгрузила, в итоге я только в 3 часа пошла спать. Но сегодня я уже в 9 проснулась, пока собрались, умылись, помыла голову. Ну, знаете, все-таки девичьи дела, да? Вот, и сейчас уже сидим в машине, собираемся ехать к моим родителям, потому что именно там остановилась моя сестра с Пьером. Единственное, сейчас я сначала поеду на заправку, потому что у меня вообще нет бензина. У нас вчера закончился по дороге, и мы вот успели дотянуть до двора, а уже сейчас от двора до заправки мне придется так, знаете, вот так вот ехать, скрести в пальчики. Ну ничего, я думаю, мы доедем, если что, Янка будет толкать. Да, Янка, будешь толкать машину, если что? Да, только ты будешь тоже помогать, а то едем. А как я буду помогать, если мы вдвоем выйдем толкать, куда машина поедет? Надо же кто-то за рулем, чтобы сидел. Машина весит 42 килограмма. Не, машина весит гораздо больше, 2 тонны где-то весит машина, Янка. Спасибо. В общем, Янка всем пытается доказать, что она у меня сильная девчонка, и сказала, что она ее поднимет и донесет до заправки. Ну, я надеюсь, что проверять нам не придется. Все, мои хорошие, чуть позже увидимся с вами. Кстати, очень похолодало, очень, ночью, всю ночь лил дождь, вот эта гроза, помните, я вам о ней говорила вчера, она пришла, всю ночь лил дождь и похолодала. Я так легко оделась и чувствую зря, так легко оделась, надо было все-таки что-то потеплее одевать. Пуф, придется, может быть, ехать потом, днем переодеваться. Ладно, хватит болтать, поехали. Как всегда, тетя Алена тут привезла Янке подарки, помните, вы говорили? Помните, вы говорили, какие подарки? Привезет тетя Алена, в прямом эфире мы с вами это обсуждали. Вот, сейчас Яна их будет рассматривать. Ян, показывай, что это? Ой, какая красивая, с какими цветочками. Это можно сейчас ходить, пока жарко, одеть. Супер! А это уже на осень, Яночка, это можно в школу накидывать. Да, очень красивый джемпер. Дальше показывай. Это вообще супер. Смотри, Янка, какой. В школу будешь самая стильная. Нравится? Дальше давай смотреть. Вот, у тебя Алена, все, она тебя... Ой, я вижу, что и маме тут тоже подойдет. Так. Ой, Янка, тебе сейчас к этому платьицу. К платьице вообще шикарно. Да, с ней прокладно написано. О, смотрите, Янка сейчас прямо и накинет. И так удобнее. Зачем нам лишняя трата энергии, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подожди. Вот, кстати, моя сестра. Алена, помаши ручкой. Вот. Это моя сестра. Я знаю, что некоторые из вас уже с ней знакомы. Некоторые нет. Поэтому знакомьтесь. Ее зовут Алена. Прошу любить и жаловать. И вот это, я думаю, это маме, наверное. Ой, как мне нравится. Это точно, это маме. Что значит все ребенку? А что вот это такое? Янка, а дашь поносить? Это все племянница. Янка, а дашь поносить? Да, померить. А, померить. Померить дашь. А поносить дашь? Нет. Это называется мечты сбываются. Смотрите, Янке и у нее целый пакет. Вы знаете, я уже об этом говорила, что я мечтаю про Пандору. Ой, какая красота. Яночка, оденем сейчас? А это сережки? Я думаю, да, сережечки. Гвоздики. Здорово, 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 здорово. Сейчас я буду свое все вскрывать. Смотрите, сколько тут всего много. Там еще самое основное. Это браслет, на который все одевать. Это просто супер. Сейчас, подождите, я отключусь на секунду. Мне надо пообнимать сестру с Пьером, а потом я к вам вернусь. Так, вот, смотрите, браслетик Пандора. И к браслетику, смотрите, смотрите, шармы. Камера, видеоблогер и фотографирую, так что подходит. Тут у меня сестра. Это 100% подходит, потому что это подарок от моей сестры. Буду носить с удовольствием. Это, смотрите, такая там ножка, лапка. И написано, люблю своих животных. Ну, вы тоже понимаете, к чему это. И это тоже подходит. А здесь мама и доченька. Ой, как супер, супер, супер. Я шикнула. Сейчас Пьер будет одевать Янки сережки. Все отказались, все сказали, мы боимся, мы не умеем. А Пьер, у него, кстати, тоже есть сережки, смотрите. Ну, это итальянцы, они за собой ухаживают. У них и сережки, и браслетики. Смотрите, какие они классные вообще. Вот вам. Пока я тут поговорю, пока он меня не понимает, похвалю всех итальянских мужчин. Вот, и он сейчас аккуратненько оденет Янке сережечки, которые ей привезли. Янка, сколько подарков, сколько подарков. Пьер волнуется. Впервые на камеру одевает сережки. Я думаю, не, а он племянницам своим тоже одевает сережки. У него же племянниц немного маленьких. Такого возраста, как Янка, кстати. Вот, сейчас. Ой, какая красота. Сейчас Пьер переходит на другую сторону. А я, давай, Яночка, чуть-чуть повернись. Чуть-чуть повернись, зайка покажем. Смотрите, какие красивые. Яночка, ты моя красотулечка. Себе отца, куда пойдем? Ну, вот туда кушать, в ту кафешку, которую я теперь нашла. А она Ольке не понравилась. Какое? Ну, где мы были на Куйбышево, где Янка пиццу заказывала, а я драник. Пицца-пронто. Пицца-пронто. Ну, давайте в гурманскую день победы. Супер! Красота! Ну что, моя хорошая, вышли моя отмама, и сейчас решили все вместе, ну, точнее, нашей такой девичьей семьей, и плюс Пьер, так как он гость, гость нашей страны, гость нашей столицы, гость нашей семьи. В общем, пообедать в ресторанчике. Около нас есть очень хороший ресторан, называется Гурман. Там разного рода кухня, но там безумно вкусные пельмешки. На самом деле, они там сами их делают, они вкусные, хорошие, вот туда все едут кушать эти пельмешки. Ну, а мы идем пешком, потому что идти нам тут две минуты. Вот, как видите, мы уже пришли, вот так вот мы сидим, прямо около такого окошечка. И меню здесь разное. Кухня, ну, вот я буду выбирать среди пельменей и вареников. Даже, видите, написано, все пельмени изготавливаются вручную. На самом деле, очень здорово. Вот, буду сейчас выбирать себе какие-нибудь вкусненькие. А также, вот, можете выбрать все что угодно. И салаты есть, и закуски есть. Вот, в общем, много всего тут есть. Все сидят, все думают, все выбирают. А Янка особенно изучает, вот посмотрите, как она сосредоточена. Я так быстро думаю. Всем привет, мои хорошие, еще раз. Привет вам от Юли. Мы уже у меня в магазинчике. Я привезла Алену с Пьером. Вот они убегают, прячутся от меня. Привезла к себе в магазинчик. Вот, на экскурсию Пьер смотрит на мой магазин. К сожалению, у меня, кстати, пустой холодильник, поэтому мне немножечко стыдно. Но ничего, я их привезу еще раз, когда у нас тут будет привоз. Для того, чтобы Пьер видел, и Алена моя видела, сколько у меня обычно здесь цветов. Сейчас мы хотим сходить в круассаны, выпить кофеечек, потому что после обеда мы так плотненько покушали. И вот хотим немножечко выпить кофе, а то в сон нас сильно клонит. В принципе, вот такие планы. Юлечка здесь моя работает, но уже будет закрываться. Ты можешь смело закрываться, потому что у меня ключи есть сегодня с тобой от магазина. И мы тогда просто потом, если что, туда вернемся. Ну, мы сходим, нет, сходим попьем кофе, просто чтобы ты уже тогда не задерживалась, закроешься. А мы потом, если что, я сюда вернусь и все, что надо, заберу. Ну, все, пойдемте в круассан, выпьем. Мои хорошие, во дворе я уже припарковалась, ой, влохматилась. Янка сейчас играется на детской площадке. Алена с Пьером сейчас дома у мамы, они решили прилечь, потому что такое, знаете, состояние какого-то идеальное для послеобеденного сна. Вот, вот так я скажу. Побыли мы с ними у меня в магазине, посмотрели. Вот Пьер посмотрел на мой магазин. Потом зашли попили кофе в круассанах и заехали по дороге в Короназамок. Я себе поменяла браслетик. Ну, как поменяла, вот сестра, да, вы видели, мне подарила браслет. Это-то, помните? Помните, говорила, мечты сбываются. Говорите, мечтайте, визуализируйте. Я вот прямо представляла себе браслет. Я представляла себе каждый шармик. Вот моя сестра и Пьер, видите, они мне сделали этот подарок. Мне очень-очень-очень приятно. Единственное, к сожалению, так получилось, что браслет мне оказался очень велик. Он просто вот, ну, легко было снять его с руки. Поэтому мы решили, что браслетик я отдам сестре. Пусть она тоже собирает шармики себе. А мы заехали в магазин Пандора, который у нас здесь, в Минске. И я себе подобрала браслетик именно маленький, под свою руку. Сразу мне все шармики повесили. Очень я довольна. Очень я счастливая. Так что пора мне новый список желаний свой придумывать, писать, объявлять его миру и визуализировать свои желания, и ждать, когда же, когда же они исполнятся. А самое интересное, что когда ты это делаешь, ваши желания, во-первых, исполняются неожиданно, а во-вторых, поверьте, не надо долго ждать. Они действительно происходят в ближайшее время. Просто умейте об этом говорить. Не стесняйтесь, не бойтесь. Вот, что еще я вам хотела такое сказать. Муж уехал на мототренировку до вечера, до восьми. Алена с Пьером у мамы, я уже вам это сказала. Мы с Янкой сейчас идем домой, тоже побудем дома. Я помонтирую видео. В планах вечером пойти погулять нам, всем вместе, по городу. Алена хочет показать Пьеру, ночной город, показать нашу подсветку, нашего проспекта, именно вечернюю. Посмотрим, думаем, куда-нибудь и прогуляемся. Поэтому я с вами ни в коем случае не прощаюсь. Мы сегодня гуляем вместе по нашему городу. Вот, поэтому не только сегодня итальянцы знакомятся с Минском, но и вы все мои любимые зрители и подписчики. Люблю вас. Очень-очень сильно. Добрый вечер, мои хорошие. У нас 8 часов. Мы оделись потеплее. Янка в кофточке, в джинсиках. Я тоже. Потому что у нас похолодало сильно холодный ветер. Сейчас ждем Димку. Он должен через 3 минутки спуститься. Он там закрывает все. И идем к моей маме. Я думаю, что покушаем, наверное, у нее. И пойдем погуляем еще по городу. Алена хочет показать сегодня Пьеру, ночной город. Вот, честно говоря, ну не знаю пока, куда пойдем именно. У меня там были идеи сводить на нашу тусовочную улицу Забицкую. Но Алена вроде хочет по проспекту просто прогуляться. Поэтому мы это уже на месте будем решать, куда пойдем. Сейчас просто идем к маме. Сначала думали ехать на машине. Но, наверное, Янка, посмотрите, как Янка хвастается ее кофточкой новой маечкой. Видите, подарила ей сегодня с Аленой, вы уже видели. Вот, сейчас пойдем пешком. Ну, на автобусе, может, подъедем одну-две остановочки. Потому что не знаем, куда мы именно заберемся выйти вечером. И не везде есть парковка в центре города. Так, чтобы не было у нас проблем кидать непонятно где машину, решили своим ходом, в общем. Пешочечка. Ты не ниндзя. Ты не ниндзя, а ты какая-то ветряная мельница, по-моему. Пойдемте, мои хорошие, погуляем. Слушайте, как холодно. Я застегиваюсь. Очень холодный ветер, прям ледяной. Не пущу я тебя в кадр. Не пущу я тебя в кадр. Какой ледяной ветер. Не пущу. Очень интересное заведение у нас такое есть. Товарищ, кафе-клуб. Вот, видите, идем. А почему именно сюда идем? Потому что это такой ресторан, в котором полностью сохранена эпоха Советского Союза. Вот. Пойдемте посмотрим. Тыка, красный ковер. И товарищ, подсветочка. Пойдемте. В советские времена еды подсветки бы точно не было. Ну, это точно, что не было. А еще и руку можно пожать. Индиально. Заходим, заходим. Как тут ярко. Какой же у нас серп и молот. Вот, та же. И карта, смотри. Янка, давай найдем белорусскую СССР нашу. Где? Ищи. Во. Отойди, отойди. Да. Нашла, молодец. Смотрите, какая тут красота. Смотрите, какой тут интерьер. И Янке интересно. Янка, что этого ничего не знает. Это ж наше детство. Вот, смотрите, мы единственные в этом ресторане. Вот. Никого больше нет. Потому что они уже скоро закрываются. Но мы быстренько сейчас тут посмотрим показать. Вот это вот наша ратуша. И площадь около ратуши. Вот здесь напротив костел. Разные ресторанчики. Дальше. Вот там вот у нас собор. И здесь, смотрите, сцены. И здесь суббота, воскресенье. Днем все время какие-то мероприятия. Например, вчера была классическая музыка. Идем гулять дальше. Меня ждут. Около какого-то памятника все остановились. Давайте посмотрим, что за памятник. Ага, это вот тот, тот дядька с ключом, про который у меня спрашивала Юля. Что, что за, говорит, что за дядька с ключом? А что это за дядька с ключом? Кто знает? Что же написано? Сейчас она скажет. Что написано? Ну, начитай. О! Архи. Что? Архи кто там? Кто-то архи. Стыдно, живя в Минске, рядом с ратушей, не знать ничего про дяденьку с ключом. Придется я на экскурсию нам брать и пополнять пробелы в памяти. Пойдем. И вот мы с вами выходим на проспект Победителей. Вот, видите, они впереди пошли. Здесь такой большой мост через улицу Немига. Давайте сейчас подойду поближе, покажу вам немножко наш вечерний город. Вот здесь у нас набережная. Набережная реки Свислочь. Видите, все в огонечках. Вот там вот чуть-чуть видно Троицкое предместе. Здесь сейчас я вам его приближу, покажу. Вот эти вот, видите, маленькие-маленькие подсвеченные домики. Это наше Троицкое предместе, исторический центр. С другой стороны тут, насколько вам будет видно, здесь у нас Немига, здесь у нас торговый дом, церковь. Разные всякие интересные магазинчики. То есть такая улица считается центральной, очень много людей здесь гуляет. Повернулись мы направо и увидели, здесь стоит Яна. Так что если будете гулять, знайте, вот с этой стороны будет стоять Яна. А вот там наш собор, это наш главный кафедральный собор, где проходят все самые важные службы. И вот, вот, вот такой вот наш вечерний город. И мы бежим. Это вид хороший, очень хороший. Очень красивый вид, очень, очень красивый вид, очень много огонечков. На самом деле очень здорово. Если бы еще не холодно было, сегодня очень холодно. Ой, ну что, мои хорошие. В общем, у нас уже начало 12-го. Я даже в эфир сегодня, видите, прямой не вышла. Яночка расстроена, хотела вместе с тетей Аленой пойти к бабушке. И у нее там остаться ночевать. Но мы решили, что сегодня она поедет с нами домой. Вот так она из-за этого расстроилась, Зайенька. Я включила камеру, чтобы с вами попрощаться, потому что мы вызвали такси. Сейчас я жду такси. И едем тоже домой спать, отдыхать. Завтра рабочий день. Завтра мне надо много всего сделать. И хочу еще со своей сестрой провести время. Все, любимые мои, дорогие. Хорошей вам рабочей недели. Не скучайте. Пусть вас все-все-все радует. И все у нас будет хорошо. Я в этом уверена. Все. С вами была Оля. С вами была моя Зайка Янка Растроуинная. И пока-пока-пока. Скоро увидимся. С вами был Игорь Негода.